Доброе утро, дорогие слушатели! Сегодня у нас заключительное занятие практикума по системе КОК в этом семестре. И прежде чем поговорить о том, чего я планировал сегодня рассказать, я хочу сделать одно объявление и задать некоторые вопросы. Объявление довольно занудное, касается зачета. Зачет у нас будет, естественно, как и все занятия удаленные, в распределенном виде. Для этого достаточно просто выполнить те контрольные задания, которые по этому курсу есть. Я сейчас покажу страничку курса и покажу, что нужно. Каждому, кто хочет получить зачет, было сделано. Значит, вот наша страничка. Здесь имеются две контрольные работы. Номер один и номер два. Большинство из участников курса, естественно, их сдали вовремя. Те, кто их не делал вообще какую-либо из них, просьба сделать просто с точностью то, что здесь написано. А кто не доделал некоторые задачки из этих контрольных, в самом конце я это дело проанализирую, и давайте мы все-таки их дожмем. Но если там одна, скажем, осталась, то это проигнорируем. А если больше, то можете там какие-то индивидуальные уже другие задачки. То есть контрольные должны быть, по крайней мере, в целом сделаны и присланы. Нет? Значит, и вторая вещь, которая нужна для зачета, это задание на извлечение кода. Вот оно здесь находится. Оно и в конце есть, и здесь. Значит, что здесь имеется? Значит, есть три задачи, из которых две ориентированы на студентов кафедры математической логики, они более сложные. Одна для студентов, не специализирующихся по кафедре, называется число, не делящееся на данные. Я с нее, как раз, и начну. Вот эта задача. Значит, здесь вопрос довольно простой, математически совершенно тривиальный, что есть список целых чисел, и известно, что каждый из них по модулю больше единицы, то есть не ноль, не один и не минус один. И нужно написать программу, которая возвращает число, которое не делится ни на одно из них. Ну, стандартный способ это сделать. Надо все перемножить и прибавить единицу. Тогда, значит, произведение делится, а если мы прибавить единицу, то будет давать остаток один. Если наши числа, ну, на ноль делить вообще нельзя, а если наши числа не едины, не минус один, то остаток один не может давать делимость. Ну, вот, собственно говоря, здесь довольно аккуратно это все проведено. Целых числа. cpz предлагается этим заняться. Ну, и здесь еще вот разные способы извлечения кода, про которые мы говорили. Значит, пример к этим задачам. Вот здесь приведена такая задача. Значит, нужно выдать список n чисел, которые, кажется, делят их сумму. Ну, это похожего плана задачи, она тоже решается рекурсивно. И вот здесь, кстати, перерывка сейчас слетела, ну, здесь написано какой-то комментарий по-русски. Значит, здесь вот это решено. Мы это в прошлый раз обсуждали, и как извлекается код мы тоже видели. Значит, для студентов карты в аналогической логике теоралгоритмов задача более хитрая. Есть задача на сортировку. Она немножечко здесь для удобства. Я потом ее переделаю, может быть, для следующей итерации курса. Для этого она немножечко не совсем это честная сортировка, в том плане, что, значит, здесь не учитывают повторение элементов. То есть массив считается сортировкой другого массива, просто если они совпадают как множество, и наш новый массив является упорядоченным. А то, что она совпадает как множество, конечно, если элемент находится в одном, то и в другом, ну и наоборот. Значит, более правильно было бы учитывать повторение. Для этого есть тоже некие механизмы. Если вы это вычитаете, документация сделана по-честному, будет хорошо. Но, в принципе, можно действовать и так. Ну или считать, что в массиве повторяющихся элементов просто не существует. Ну и здесь, значит, еще одно упрощение, которое тоже делают просто для удобства, то, что массивы состоят из списка натуральных чисел, а вовсе не произвольных порядочного множества. Это тоже можно сделать и более красиво. Но вот здесь, опять же, технические леммы приведены, которые могут быть полезны. Значит, операция прибавления к отсортированному массиву одного элемента, и как его засортировать внутрь. И вот эта сортировка. Сортировка очень простая, последовательными вставками элемента. Можно реализовать, опять же, что-то более хитрое. Например, довольно несложно реализуется сортировка, как называется, мерчистот. Сортировка слияниями двух примерно одинаковых по длине массиву. Но это, опять же, если вы хотите что-то более хитрое. Значит, и алгоритмы в клидах. Он здесь реализован в типе NAT. В принципе, можно реализовать в типе Z. Там отличия будут не очень существенные. Будет немножечко удобнее с точки зрения, с одной стороны, арифметики, и с другой стороны, как бы, не так удобно с точки зрения индукции. Ну, как хотите, можно реализовать индукцию. Вот такие вот задачи. Значит, я надеюсь, что вы начали уже над ними думать. И сейчас у меня будет такой вопрос к тем, ну, к сожалению, немногим слушателям, которые присутствуют сейчас в аудитории. Есть ли какие-то у вас вопросы или проблемы, трудности, затыки с решением вот этих задач? Вот если что-то вот вдруг вот прям не получается, то, ну, по опыту, так сказать, прошлых лет, когда этот курс происходил очным, мы просто вот смотрели на код и пытались понять, что можно искать. Есть ли у вас сейчас такие вопросы по этим задачам? По одной из задач, что вы решили? Ну, у меня вроде есть. Алло? Да, у меня вроде есть по алгоритму. Давайте, тогда можно даже показать на самом деле, в чем проблема, и мы прям вот вместе посмотрим. Хорошо. А можете включить демонстрацию экрана? А, я изобретил. Сейчас сделаем, да. Сейчас как-то секьюрити. Глава партизменту шерст-крин. Да, теперь можно. Получается сейчас показать? Да. Он думает. Вот. Мы что-то сейчас увидим. А, все, забирали. Есть, да. Вот. Это алгоритм Эвклида, правильно я понимаю? Да, да. Вот там есть лемма. Сейчас. Вот вторая. Сейчас, секунду. Давайте до нее доберемся и посмотрим, что будет происходить. А вы же доска первая, отлично. Она независима ни от чего. Ага, сейчас давайте будем смотреть. Сейчас. Я вам просто дожить. Да. Там просто появляется вот такое выражение, где первая из двух. И чтобы раскрыть скобки, он не хочет это делать, может быть, из-за минуса. Но я не знаю, как это… Проблема с минусом, да. А если сказать ring simplify, он ничего не делает? Нет. 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 С минусом, конечно, вот в целом, в этих самых, в натуральных числах все довольно неприятно. Он сделал сейчас? Он думает, да, сейчас? Он думает, да, но он у меня не делал. То есть он вот эти скобочки как-то серым подчеркивает и… Нет, серым, я думаю, просто и сами их подчеркнули. Но сейчас, нет, я понимаю. То есть он не понимает, что можно раскрыть. Давайте мы посмотрим. А если… Сейчас, after with Aris он не сделает? Нет, 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 потому что ему ring еще будет лучше. Давайте я посмотрю. Если бы были целые, конечно, он бы это сделал, да. Но с этими самыми, к сожалению, он… Тут как-то хотелось бы, конечно, пытаться обойтись без этого. Сейчас, значит, вам что дано? Вам дано, что… А вы зачем-то R заменили где-то в каком-то моменте, да? Значит, вам нужно, чтобы R делилось, а вам дано, что вот это делится, да? Да, я заменяю его. На минус, да. Здесь без минуса, видимо… Ага, без минуса действительно не обойтись. И вы говорите «экзистс», а может быть сначала не заменять его, а просто все раскрыть и потом сказать тот же самый «экзистс». Это же будет то же самое, а может там будет лучше. Давайте посмотрим. Вот, пока я посмотрю в документации, во-первых, посмотрю… Ну ладно, я уже не помню, где-то хоть сейчас, значит… Да, 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 ариф минус, вот он минус, или мульт, наверное, смотри, да, с минусом. Да, да, там как раз мульт, минус, дистер, нет, что-то такое было. Да, ну и что, он мульт минус дистер, да? Как он вообще выглядит? Значит, если я скажу сейчас, запущу у себя тоже «кок», «кок» и «д», и скажу «принт мульт минус дистер л», сейчас нужно наверняка включить, да, «принпорт ариф», то же загрузите, а вот что такое «принт над мультсом дистер л», сейчас посмотрим, «пэн а», «шапшимон», конечно, у них сейчас новые вот эти вот хвойные типы-то. p на n умножить. Ну, это вот он и есть, да. Значит, только вопрос, какой он стороны. Давайте дойдем до конца, где вы пытались RingSimplify применить. Ну, сам RingSimplify нам не понадобится, потому что он не сработает просто. Значит, и теперь нам нужно, давайте напишем rewrite вот этот самый mult-distrl. Видимо, L, да. Потому что он слева умножает. Минус, distr, через подчерки. Distr. L. Давайте попробуем вот так. Во! Да, да, раскрыл. Раскрылась. Ну, а теперь что? Попробуем Ring. Да, дальше уже. Ну, тут единственное, что у него еще ассоциативность умножения он может. Нет, тут проблема, что опять же здесь минус появился. Тут, на самом деле, я, знаете, что предлагаю сделать? Я предлагаю вот это вот написать replace. Ну, как бы, в чем у вас проблема? Проблема в том, что у вас скобки по-разному стоят. В вычитаемом, так сказать, да? Я предлагаю написать replace, вот, вычитаемое справа на вычитаемое with, вычитаемое слева. А так надо же будет все равно доказывать эту... А вы его рингом докажете. Сейчас я, вот смотрите, я, давайте я вам напишу просто в чате сейчас, что нужно сделать. Значит, смотрите, replace x на x1 на q будет x на x1 на... Что-то появилось посерединке у вас. Правда, на тошка. Вот. Да, все правильно. Смотрите, эту вы докажете рингом, там минуса нет. А это просто рефлексивити. А, да, да, тогда понятно. Вот так. Ну, это такой трюк, к сожалению, как бы, я думал, я просто не успел это сделать, сделать по-честному в Z. В Z все этой эквалибристики не нужно. Можно вот еще один вопрос? Там в теореме просто, там так же применяю я, как бы, в корне из двух, но почему-то он не хочет так же делать. Ну, у меня просто... Давайте мы сейчас опять закончим вот это доказательство. А, хорошо, да. Чтобы просто его закрыть, так сказать, да? Так, значит, ага. Ну, это, ну, ринг, ну да, это ринг. Это тоже ринг. Ну, это тоже, наверное, ринг. А вот тут, ну, и опять же, минус какой-то появляется. Ну, какой-то авто будет арис, не получится здесь. В арифметике нету такого этого самого с минусом. Там, как, что это у вас такое фактически? У вас B плюс A минус B что-то такое, да, получается? А, да, ну, у нас было, когда мы отдельно это доказывали. Ага. Сейчас мы минус тогда посмотрим, что про минус вообще он знает. Там вроде есть какая-то тоже штука, типа плюс-минус. Ну, вот что-то такое, да. Ну, вот это надо как-то минус-плюс-симпл что-то такое. Вот это надо тоже здесь использовать. Ну, просто автобударь из его не сделает здесь. Нет, тут без подчеркивания, просто автобударь из пробела. Мне не хочет. Ну, значит, надо, наверное, видимо проблем с помощью коммутативности нужно ему скормить. Значит, нужно опять делать вот этот вот replace. Сейчас я вам напишу. Значит, надо, наверное, сказать replace. B на Q и Q на B. Потом after in A. Это, наверное, сработает. Потом ринг. Попробуйте так. Хорошо. Все, это сработало. Ну, все, QED пишите, чтобы просто эту лему мы закрыли, как бы, чтобы... Так, ну, теперь вот что здесь. Значит, давайте, где, какое место... Так. Это просто как то, что мы делали с корнем из двух. У нас там, мы доказывали... А-а-а! Вот в этом-то как... Вот это как раз важный момент. Значит, здесь вот как раз и проявляется то, про что я, значит, рассказывал вам тогда на этом самом, на одном из занятий. Значит, почему не получилось? Дело в том, что с корнем из двух мы рассуждали в универсуме проб. То есть мы доказывали некоторые утверждения, правильно? Да. Вот. А здесь мы действуем в универсуме set. Значит, потому что мы строим... Он выглядит как принцип индукции такой же банальный, да? На самом деле это не принцип индукции, это рекурс, который формально надо читать его так, что у вас... Давайте я буду рисовать что-нибудь на вашем экране, как этот самый... Помогу это делать? Сейчас, подождите. Сейчас, я могу... View Options. Как нам нужно сделать? Security, может быть, нужно. Home Share Screen. Redansharing Options. Who can share? Так, ладно. Теперь я не включу в мутичку. Ну ладно, тогда я, наверное, буду это просто... Что-то он не хочет, не давать мне возможность анонтировать его. Я могу остановить демонстрацию. Не, я хотел как раз рисовать на вашем экране. Ну ладно, вовсе нет. Значит, давайте я просто словами скажу. Значит, смотрите, что здесь написано. У вас данные... Сейчас попробуйте, я там просто что-то нарвала. А, она ты, спасибо. Спасибо. Значит, вот у вас есть вот это вот P. А вот она, над, над, set. Значит, ну... Сейчас, на все убрал выбор, показал, где она находится. Значит, что это такое вообще, так сказать? Да, то есть вам нужно... У вас есть, значит, какая-то функция данная из... То есть, если бы это было... Еще раз, я была бы в проб, то есть над, над проб. То есть, у вас, значит, что было бы? У вас было бы какое-то свойство натуральных чисел, которое, значит, говорит, что... Ну, вот, свойство пара. И вы его доказываете. Вы говорите, что если оно верно... Ну, если оно, так сказать, наследуется по вот такой вот индукции, по сумме полной, то оно, так сказать, наследуется. Здесь это функция в set. То есть, для каждой пары натуральных чисел мы возвращаем некоторое целевое множество. А что это за целевое множество такое будет? Это будет, на самом деле, множество, так сказать, таких N натуральных. Таких, что N – это, так сказать, ну, грубо говоря, нод данных чисел A и B. Правильно? Ну, A и B – это N и M наше, на самом деле. То есть, для каждого... Что происходит? Для каждой пары натуральных чисел N и M мы возвращаем некое множество. А наш рекурсор должен заполнить эти множества элементами. То есть, если мы для любых N1 и M1 умеем строить какой-то объект из данного множества, вот этого вот, PN1 и M1, то, соответственно, мы должны научиться строить объект множества PN2 и M2. Где, извините, наоборот, если мы умеем... Из того, что мы умеем строить для всех меньших, умеем строить PN2 и M2, то мы должны научиться построить объект PNM для данного PNM. Вот такой вот, так сказать, формат. Поэтому мы не имеем... Да, тут есть принцип, так сказать, независимости от доказательств. То есть, мы не можем при построении объекта в сете разбирать дизъюнкцию в пропе. Почему? Потому что мы же будем код потом извлекать отсюда. Когда мы извлекаем код, все, что проб, все просто выбрасывается. Значит, соответственно, мы не можем пользоваться тем, какой из двух элементов дизъюнкции был истинный. Ну, а фактически это реализуется так, что у вас для этой дизъюнкции есть индуктор и лим в пропе, а в сете его просто нет. Значит, как быть? А быть очень просто. Нужно вместо вот этого assert, как вот здесь написали, написать вот такой. Ну, давайте я даже не буду все переписывать. Вот вы написали assert A или B. Правильно? А надо написать булевую сумму. А, да, как раз в прошлый раз рассказывал. Да, то есть вы просто, это функция, а и B это пропы, а булевая сумма, она, так сказать, идет в set. И, соответственно, там для этой булевой суммы будет соответствующий рекурсор, ее можно будет элимнуть, как и положено. Давайте мы это попробуем. Я это так вот хочу сегодня проговорить, чтобы те, кто будет слушать потом нас под фактом, тоже про это дело знали. Потому что... Скобки просто фигурные нужно. Ага. Раз, 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 круглый, а потом фигурные убрали, да. Так, потом плюсик. И еще фигурные скобки. Ну, пробелы, неважно, какие. Я проберу поставить. Вот. Давайте попробуем. Вот, да, сделает ли это ЛИА, кстати говоря? Хороший вопрос. Нет, ЛИА вот такое не умеет, к сожалению. И тут нужно нам, так сказать... Как же это лучше, так попроще. Наверное, где-то есть... А если авто будет Ариф? Тут вот... Компайр Дек вы, наверное, не загрузили, потому что... Да, не загрузила. Да, значит, давайте я вот еще это... Тут нужно это самое уметь. Компайр Дек. Сейчас я его... Вот он, Компайр Дек. Значит... Ну, вообще-то давайте мы... Знаете, что сделаем? Уже раз вы в такую ситуацию вошли, значит, у вас дано, что она меньше либо равна. Давайте мы докажем такую лему. Сейчас я ее, возможно, напишу в чат, а вы ее можете... Значит, лемма... Дек СН будет выглядеть так. Для любого Н натурального... Давайте К напишем. Для К натурального... Значит, если К меньше равно... Любого К и Н. К меньше равно СН, то... Значит, К меньше равно Н плюс К равно СН. Такую вот лему перед этим докажем. И тогда мы спокойно все сделаем. Значит, ну давайте Approve Interest. И дальше вот из полезных нам... Вот есть вот такой вот... Может нам пригодится. Не-не, это не нужно, это есть в библиотеке. Только надо загрузить соответствующую библиотеку. Значит, вот такую вот. В самом начале лучше загрузить. Это там есть, правда. А, значит, давайте загрузим. Require Import, так сказать. Потом мы сможем этим пользоваться. А, ну сразу с первой библиотекой Эрик не загружается. Я не знаю, честно говоря. Может загружаться. Оно и так все работало. Import. Вы импорты написали. И теперь мы можем сказать и лим вот этого самого Элье. Элье С. Элье С. Даже лучше соответствующие, так сказать, К. Пробуем. Потому что, значит, просто не догадается, какие нужны параметры. Так, тут есть не К, а КСН. Еще, еще, минуточку. Да, К... Да, сейчас. Почему он такой сейчас? У меня на условие шли какое-то было сейчас? Нет. К меньше равно... Ага, то есть... А, все правильно, да. Все нормально. У него либо К меньше равно Н, либо СН меньше равно К. Все, сейчас все получится. Смотрите, что получилось. Мы разобрали два случая. Либо К меньше равно Н, либо К больше либо равно, чем СН. Но во втором случае, у вас просто вы выберете левую и докажете ее, а вправо, а в другом случае, у вас получится двойное неравенство, и вы докажете равенство. Ну, да, дальше легко вы доделаете сейчас, да? Да, да, хорошо. Да, а дальше получается, ну, все то же самое, что... А дальше вы просто этим воспользуетесь, и вот, ну, фактически, вот этот вот assert ваш, это и есть вот этот DEC S, ну, для там, вместо К вы должны подставить Н' плюс М' а вместо Н Н 0. Да, хорошо. И после этого дальше у вас все пойдет как по маслу. Вы его разберете, и дальше будете делать то, что вам хочется, так сказать. Спасибо. Давайте мы тогда этот вопрос, значит, это самое... Этот вопрос тогда, значит, оставим, и в следующий уже, так сказать, мы можем продумать. Вот, значит, есть ли еще у кого-нибудь вопросы по домашним заданиям? Ну, если нет, то давайте тогда поступим так, значит, действуйте дальше, решайте задачки. Если, ну, у нас сегодня заключительный семинар, то есть больше, как бы, таких официальных встреч у нас не будет. Значит, если возникнут какие-то вопросы по ходу, то нужно их задать по электронной почте. Если вопросы будут в достаточной степени, значит, важными, массовыми и трудными, то тогда мы соберем еще одну зум-встречу, я об этом напишу просто всем по электронной почте. Дата будет, ну, вероятно, там, вторник какой-то, наверное, может даже через неделю, а может через две. Это уж как, так сказать, получится. Вот. Ну, тем не менее, значит, у вас есть какие-то, наверное, сроки зачета, ну, вот, за это время нужно все это доделать, чтобы не попасть на пересдачу и так далее. В любом случае, если есть какие-то, я обращаюсь к тем, кто сейчас в аудитории, к тем, кто будет слушать онлайн, на ютубе, если есть какие-то затыки, какие-то проблемы, сразу же пишите, потому что я, как бы, ну, вас не вижу, я не могу понять, насколько вы успешно, так сказать, сейчас до такого уровня вы дошли в каждую задачу. Вот такие вот вам советы. Ну, а сегодня я хотел рассказать, может быть, сегодня мы уже даже покороче проведем занятие, небольшую такую вещь из, значит, кока, связанную с коиндукцией. Это такая забавная штука, которая, ну, обычно мы этим заканчиваем наш курс. Вот. Значит, я буду показывать какие-нибудь файлы, а потом эти файлы все я публикую, естественно, на нашей страничке. Значит, вот сейчас мы, я покажу, значит, некоторые вещи, связанные с коком. Ну, сначала я покажу, наверное, собственно, наш экран с коком. Кок и д, ше, вот он появился. Значит, здесь у нас, ну, я так потихонечку буду рассказывать, давайте к этому вернусь в конце. Значит, мы, что такое коиндукция, коиндуктивный тип? Коиндуктивные типы, это типы для бесконечных данных. Ну, вот смотрите, значит, допустим, у нас есть обычный индуктивный тип, тип конечных деревьев, как он устроен? Ну, в нем есть узлы и есть индуктивные построения, значит, что из двух там деревьев можно собрать третий. Вот здесь вот у нас, смотрите, что произошло. Я написал точно такое же определение, но без базиса, без начального этапа, без отдельного листа. Если я писал вместо коиндуктив, написал бы индуктив, то у меня бы на самом деле наш тип был бы просто пустой, потому что это наименьший тип, который сам, это, это такая операция. У нас не из чего как бы их строить. Коиндуктивный тип определяет не наименьшую, а наибольшую неподвижную точку этой операции. То есть любой объект, который вот может быть представлен в виде значит вот ну какого-то узла какого-то узла с натуральным числом n и дальше, который может быть разложен в два, так сказать, еще и бесконечных дерева, этот объект тоже является самым бесконечным деревом. то есть он а дальше каждый делается располагаться вот такой вот, так сказать, здесь такой трюк. Соответственно, по-непричем коиндукции здесь все будет двойственно. То есть в обычной индукции, когда мы это делали, мы делали так, значит, мы говорили, что у нас мы хотели доказать какое-то свойство, скажем, натурального числа и мы делали индуктивное доказательство. Здесь будет коиндуктивное построение, наоборот. Если мы хотим построить бесконечный объект, мы его строим с помощью коиндукции. Ну и давайте посмотрим, например, значит, вот кофикс поинт, вот здесь находится, кофикс поинт ванн, дерево состоящее из одних единиц. Мы говорим, что оно строится как, значит, узел, где оба объекта это торт копии того же самого дерева. Естественно, возникает вопрос, а какое условие корректности? Например, я не могу написать какое-нибудь такое определение плохое, fixpoint bet n nat, которое будет равно, там, match n with, допустим, я говорю, если это 0, там, ну, допустим, 0 в 0, а, значит, sk в b, sk, так я не имею права сказать, если так скажу, он скажет, что это b-ilform, да, что не уменьшился вот этот аргумент. Вот в случае, то есть фактически, что это означает? Что когда мы применяем рекурсивно определяемую как fixpoint функцию, то ее аргумент должен быть, ну, так сказать, структурным меньше, чем вот этот. То есть если напишу вот так, то все будет хорошо. Но это просто функция, которая, на самом деле, дает все нули, так сказать, да, ну, это пример, можно было бы там, не знаю, прибавить 10, что-то. Вот. Соответственно, когда мы определяем по коиндукции, то здесь наоборот, когда мы определяем новый объект, то снаружи нашего определения должен находиться, значит, находиться, должен находиться один из конструкторов, то есть если я напишу, попробую определить дерево просто вот так, например, ну, определить его как равный самому себе, это плохое определение, то он здесь как раз тоже скажет, что это info. То есть мы, аргументов вообще никакого нет, мы строим новое дерево, и когда мы его строим, то мы должны начать с узла. Например, если я даже напишу вот так, вроде хорошо, да, так сказать, и в конце добавлю, допустим, ну, тут, к сожалению, ничего особенного сделать не могу с этим делом, вот, но вот так я могу сделать, да, так сказать, но если я здесь бы добавил еще какие-то функции снаружи, то он бы тоже нам сказал, вот так я определил. Значит, я определил дерево из единиц, дерево из нулей, и определил такое понятие интерлив. Значит, ну, здесь оно довольно хитро определено, давайте ил два штриха лучше, это более понятно, что это такое дерево. Я определяю дерево, у которого на четных уровнях, ну, начиная с нулевого нули, а на нечетных единицы. То есть, соответственно, у меня вот есть дерево, которое бесконечное, и которое, вот у него здесь ноль, дальше здесь единицы, здесь опять у него нули, и так далее. Ну, вот такое дерево. Ну, а можно двумя способами это определить. Значит, можно это определить с помощью, так сказать, вот вспомогательного дерева и ил штрих, такое двойную реку, все делать, это легально абсолютно. Или можно определить явно просто вот два раза, все это хорошо. А вот здесь у нас определение более хитрое, мы определяем с аргументами соответствующих деревьев. Значит, просто два дерева, мы их вот так вот друг в друга, значит, вкладываем неким путем, ну, вот как здесь описано. Есть альтернативный способ то же самое сделать. И вот здесь есть конечное дерево, которое тоже вот с пустыми листьями. Здесь определена аппроксимация дерева, то есть нужно обрезать бесконечное дерево до глубины n. Заметим, что аппроксимация является не коиндуктивной, ко рекурсии, а рекурсией, потому что она ведется рекурсией по натуральным числам. Бесконечное дерево рассматривается как аргумент, из него вытащим только конечный кусок и, соответственно, выведем наше это дерево. Здесь, как часто функциональное программирование бывает, мы определяем, значит, мы используем ленивость. Наши бесконечные структуры данных, разумеется, мы никогда не можем представить себя полностью в компьютере. Но наши вычисления производятся, как говорится, отхок. То есть он никогда не хранит целиком, естественно, бесконечное дерево, но когда нужно что-то по нему посчитать, он вытащит из него нужное количество информации, потому что он знает, как это дерево задано. Ну и тут мы столкнулись с таким неким эффектом такого немножко гёздилевского плана, что если конечные структуры данных так устроены, что в принципе любой объект, например, индуктивного типа, мы можем явно выписать, он имеет свое имя, то для кондуктивного типа это не так. Может быть дерево, которое невычислимо, то есть которое не существует вычислимой функции, которая скажет в данной вершине что находится. И такое дерево мы не можем задать неким термом. Хотя формально в нашем кондуктивном типе оно имеется. Ну вот, так сказать, так это все работает. Давайте мы дойдем до, вот, например, мы вычисляем дерево, там, четвертый уровень аппроксимации дерева и L и видим, что оно выглядит вот так. Ну, здесь ноль, потом единички, потом нули, потом единички. И L2 штриха, которая просто альтернативное предназначение, даст нам то же самое. И интерлив 1, 0 тоже даст нам то же самое. Мы подозреваем, что эти деревья на самом деле одинаковые. Ну, надо доказывать каким-то образом. Значит, если мы попробуем вычислить само вот это бесконечное дерево, то он ничего нам не даст. Он simple разбирает индуктивные определения, а аппрокс, оно индуктивное по N, по N. А вот кое индуктивное разбирать не имеет права, потому что мы знаем, что если мы начнем разбирать бесконечный объект, то мы зависим. Вывести его полностью на экран нельзя. Это отличие от Хаскеля. В Хаскеле можем попытаться вывести бесконечный объект, он реально будет бесконечным циклом его выводить. без всяких разговоров. Ну вот теперь здесь есть некоторое еще определение, что конечное дерево, значит, мы можем его, ну, например, вот что здесь произошло. Здесь мы функцию сделали, которая переворачивает двух сыновей у каждой вершины. Функция корректная, мы это на самом деле уже сделали когда-то. Для значит, для бесконечного дерева можно сделать то же самое, определить ко фикспоинт, то есть у него аргумент это одно бесконечное дерево, это другое бесконечное дерево, но условия корректности здесь другое. Условия корректности здесь не то, что мы должны разобрать по-честному, так сказать, использовать в глубине, так сказать, ограниченные объекты, а наоборот, что сверху должен быть узел. ну вот мы это дело сделали, можно и вот так сделать, что мы говорим, что здесь мы что говорим, мы говорим, что нам просто нужен, мы каждый раз пустое в пустое переводим, а не пустое мы выбираем его, так сказать, правого, каждый раз правого его потока. А вот сделать то же самое в бесконечном дереве мы не имеем права. Почему? Потому что что на самом деле сделает эта функция, как вы думаете? Она выдаст всегда пустое, пустого листа, потому что она в каждом дереве выбирает правого, а потом в нем говорит, и в нем выбери правого, и в нем выбери правого, ну а в самый правый углу этот лист. А в бесконечном дереве такая штука должна зависнуть. Вот кок зависание никогда не допускает, поэтому так нельзя. Ну и еще одна вещь, которая вот казалось бы можно было это сделать, но мы этого не имеем права делать, это именно по той причине, по которой я объяснил. Давайте мы возьмем вот наше дерево, переставим в нем под деревья, а потом применим к этому функцию вот этой вот перестановки. Что это по идее должно сделать? Она должна поменять все внизу, но значит при этом везде, кроме самого верхнего уровня. Вот так делать нельзя. Почему? Потому что мы строим, хотя нет, оно делается, тем не менее, за счет того, что вот так, это вот как ни странно оно сработало. и вот следующий пример показывает, что происходит. Смотрите, значит, здесь у нас необычная вещь. Мы значит применяем некую функцию к какой-то странной так сказать вещи. Например, могу здесь даже написать что-нибудь совсем плохое, ну что-нибудь. Просто А2, например. то есть саму А2 я вернуть не могу, я здесь напишу А2, то он мне скажет, что это ошибка, это не гардер. Они тоже отрилили к чему? Strange, сейчас, если мы ах, что-то не то, сейчас, значит, если мы захотим по а, не, все правильно, конечно, это нормально, потому что он просто, ну, если я захочу здесь написать strange, вот А2, вот такой, то так, конечно, нельзя. То есть, я пытаюсь определить рекурсивную функцию, так, я хочу вычислить нашу функцию от большого дерева, а вместо этого я говорю, она такая же, как у правого поддерева. В конечном случае это хорошо, потому что я дойду до базового случая и посчитаю что-нибудь. В бесконечном случае так нельзя, потому что, ну, дойдем бесконечный цифр. А вот если я здесь напишу снаружи вот такую функцию, то все прокатит. То есть, что показывает этот пример? Вообще говоря, если бы мы пытались здесь вычислить вот эту вот strange А2, то мы бы запейлились сразу, потому что он бы пытался вычислить соответствующую функцию от правого потомка, значит, потомка, потомка и так далее. Но этот пример показывает, что вот эта бета-редукция, то есть сокращение вот этого выражения происходит раньше, чем проверка на ограниченность и вот эти вычисления. Потому что на самом деле здесь что написано? Довисно лямбда f точка zero, то есть просто нулевое дерево, примененное к чему-то. То есть функция константа, примененная к аргументу. Этот аргумент при бета-редукции, при преобразовании терм просто забудь. Это делается раньше, чем соответствующие данные. Это вот такой пример. Вот. Ну, теперь возникает вот следующая вот вещь, с которыми мы, значит, будем иметь дело. Это, значит, пример, что такое равенство двух деревьев. Вот обычное равенство, так сказать, графическое, здесь не сработано. Проверить по-честному, что два дерева равны, мы не можем. Они бесконечные. Значит, коковское равенство, оно будет слишком слабым. Вот, например, он не сможет доказать, что вот дерево интерлив 1-0 и дерево и L это одно и то же дерево. Оно определяется формально по-разному, термы разные. Как мы будем это доказывать? Нужно ввести специальное равенство, тоже является коиндуктивным. В чем его коиндуктивность? Вот смотрите, как оно говорит. есть конструктор трек, который говорит, что если у вас равны головы двух деревьев, это вот верхние, и имеет место равенство соответствующих вот этих, то имеет место равенство двух деревьев. То есть, этот 3 и Q это тоже такое, такое, как бы вот, если я напишу здесь вот, рядом с этим деревом, я нарисую другим цветом, еще одно дерево. И, соответственно, наше равенство 3 и Q это тоже дерево, составленное из равенств соответствующих элементов. То же коиндуктивный объект. Значит, если мы хотим доказать, что два дерева между собой равны, а здесь они должны быть действительно равны, то есть, здесь должны стоять те же самые числа, то мы должны построить также коиндуктивным образом равенство, дерево из равенств, доказательство этих равенств, ну и делать каким-то единообразным способом, чтобы получить соответствующее, так сказать. вот это дерево, вот оно здесь, здесь есть какая-то ерунда, которую я, честно говоря, не хочу показывать, мы удалим потом. И вот у нас, собственно говоря, вот наша вот эта лемма, и прежде чем ее доказывать, мы доказали какую-то очень странную, здесь какая-то синтексерная появилась, ой, давайте это просто закомментируем, давайте тут удалим, не знаю, чем-то мне было нужно, какие-то фейлы, так сказать, да, значит, давайте попробуем вот так, так, я, наверное, должен буду тогда вот эту вот нотацию удалить, чтобы они были, не нужны были мне, так, значит, я начинаю вот так, значит, какая-то совершенно странная лемма, что А это дерево, которое, если А имеет такой вид, то оно имеет такой вид, вот казалось бы, совершенно глупая лемма, то есть она просто утверждает, что А равно А, на самом деле. Зачем это нужно? Дело в том, что в случае с обычной, так сказать, индуктивным деревом, мы могли бы сказать симпл, и сказать, что вот если дерево имеет какой-то вид, то оно вот так вот разбирается. Здесь сделать нельзя, потому что мы не знаем, когда остановить наш разбор бесконечно. Поэтому мы говорим, что вот этот Unfold 3, это, так сказать, мы вот усилием делаем один шаг разбора. Доказательство, конечно, тривиальное, используя тактику Destruct, оно говорит, что если у нас есть дерево, А, то оно по определению представляется, ну как вот, как определяет бесконечное дерево, оно представляется в виде вот какого-то узла, примененного к этому самому. Ну вот мы это делаем. Вот что мы применяем рефлексив, тривиальная лемма, но вот она будет нам нужна. Значит, теперь, собственно говоря, что мы будем делать дальше? Значит, в доказательствах о коиндукции используется такая тактика, которая называется кофикс. Это не название кофейни в данном случае, а это, так сказать, такая тактика. Значит, мы, как она работает? Значит, мы хотим доказать, что два дерева уже с собой равны. Мы строим коиндуктивно, значит, наше дерево равен. Строим мы его, можно его, конечно, построить честно с помощью тактики кофикс-поинт. Он может пользоваться операцией кофикс. Это аналог индукции, коиндукция. То есть, когда мы строим, делаем кофикс, мы переходим сейчас. Что-то у нас здесь кофикс при икуна надо написать. Да, значит, соответственно, мы его, ой, что-то у меня все сломалось. Новая версия кок мне все испортила. Значит, тогда давайте это я отложу. и сейчас вот так. Давайте я сейчас посмотрю. Так. Мне нравится кофикс-поинт. Name given to coinduction hypothesis. Да, это я, это просто, извините, так сказать, написать и все. Смотрите, что здесь произошло. Значит, произошла совершенно дикая вещь. Ну, смотрите, значит, у нас есть два дерева. Вот одно вот такое и L, а другое вот такое. Мы хотим доказать, что они равны. Как мы будем это доказывать? Ну, смотрите, у нас вот есть, значит, есть вот одно дерево, и у него два поддерева. Точнее, оно так устроено. Вот оно. Здесь вот у него нолик, здесь единичка, а здесь поддеревья. Причем, на самом деле мы знаем, что эти поддеревья, это же фрактал такой, они изоморфны всему большому поддеревью. То есть, казалось бы, у нас есть такое же второе. Мы будем, мы умеем доказывать равенство для поддеревьев. А потом, ну, понятно, соберем из них, если вот это поддерево, так сказать, равно соответствующему другому, это тоже соответствующему другому, тоже. Здесь будут у нас соответствующие равенства, а дальше мы, ну, понятное дело, достроим до равенства всего. То есть, у нас здесь, здесь эти равенства, мы просто их явно выпишем, просто это констант, а здесь вот будут соответствующие три и ку, которые вы доказали. Но эти три и ку, это, так сказать, тоже, ну, как, это индукционное предположение, и оно, здесь никакого упрощения, это как бы не произошло, потому что вот это вот дерево, изоморфное, просто одно и то же, это то же самое, что все большое. То есть, получается, с точки зрения как бы логики, здесь возникла какая-то странная ситуация. А именно, у нас есть предположение индукции, вот оно, коиндуктивное предположение. Оно просто графически совпадает с заключением индукции. Казалось бы, что мы можем сказать? Ну, давайте скажем просто о сам, но мы тут, мы понимаем, что это вообще не то, что должно происходить, потому что, ну, вообще-то мы хотели какое-то нетривиальное рассуждение, и как вот здесь дальше написано, мы хотели разобрать все наши деревья, и как-то там с ними что-то сделать. Ну, казалось бы, вот оно, в коке, когда мы видим что-то. Ну, мы говорим о сам, все съедается, есть нового subgold, и давайте мы напишем QED, что-то должно пойти не так, но это увидим что. Оказывается, что вот это вот рекурсивное определение, оно там некорректно. Unguarded recursive code. И вот тут возникает такая неприятная вещь, связанная с коиндукцией. Посмотрите, как я говорил, когда мы определяли по рекурсии, то мы должны были проверять локальные свойства, что если мы определяем что-то рекурсивно, то каждый рекурсивный вызов должен применяться к подструктуре, к чему-то меньше. Когда мы это делали для обычной индукции, мы писали induction, и Кок это делал автоматически. Он нам просто в нашем предположении выдавал соответствующие. И мы не могли пользоваться предположением индукции для больших на N, например, или для того же самого N. Здесь условие корректности нашего коррекурсивного построения или коиндуктивного построения, оно глобальное. То есть мы должны снаружи сделать соответствующую вещь, а не внутри. Поэтому проверять это приходится самому человеку, к сожалению, но мы знаем, что мы должны делать. Мы должны и в нашем дереве, в каждом из двух деревьев, разобрать соответствующие кусочки. То есть смотрите, у нас есть иэль, мы его разбираем. Соответственно, иэль представляется вот в таком вот виде, аналогично вот это. Теперь мы упрощаем, и мы получили, что наше дерево, интерлив, представляется в виде вот такого, только здесь вместо 0, 1, 1, 0, то есть это дерево, чередующее, но у которого сверху единички, а здесь наше дерево иэль штрик, тоже дерево, начинающее соединиться, а дальше чередуют. После этого мы говорим, давайте применим вот этот трек, конструктор равенства деревьев. И мы говорим следующее. Во-первых, головы должны быть равны, но это просто симпл, головы у них по нулям. Дальше упрощаем вот это, и теперь нужно доказать некую лемму, что иэль штрик, это, так сказать, ну, дерево начинается с единицы. Ну, опять же, можем разобрать его. Симпл, опять же, трек. Получили, что у нас, значит, есть дерево, начинается с единицы, головы у них совпадают. Симпл. И теперь-то мы получили вот наш этот чих, значит, коиндуктивное предположение. И мы теперь, вот немножечко, конечно, опасаясь, что может это пойти не так, применяем наше коиндуктивное предположение. Почему? Потому что мы его применили, мы разобрали наше дерево, мы его применили, к более глубокому дереву. А, соответственно, это получится у нас, что в нашем результате, в нашем итоговом доказательстве, оно будет два раза под вот этой вот конструкцией трек, то есть вот корректно коиндуктивное построение. Поэтому мы спокойно говорим о ссампшен. Здесь опять же говорим симпл, говорим о ссампшен. Ну, и у нас, на самом деле, получилось то же самое для правой ветви. Ну, давайте мы просто это дело пройдем. После этого у нас появился ну, тоже ассампшен. И вот теперь мы говорим QED, и слава богу, все съело. Вот теперь все хорошо. И наше ELE, вот оно так, коиндуктивное, определенное, заказанное равенство. Вместо вот этой тактики apply track, можно использовать тактику конструктора. Ну, вот она в точности соответствует. вот такое вот небольшое введение в коиндукцию. Значит, это некий дополнительный материал, в никаком контроле его нет. Значит, ну, давайте я еще одну просто коротко покажу вещь, зачем может быть полезна коиндукция. Значит, ну да, еще вот есть про... Я этот файл просто опубликую, чтобы вы как бы не боялись вот этой вот well-founded induction. Она какая-то загадочная, как от обычной индукции перейти к полной. Ну, вот здесь об этом и рассказывается. Значит, у нас говорится, что... Что же такое полная индукция? Предположим, что абстрактная совершенно ситуация, есть некое бинарное отношение, и мы говорим, что от данного объекта мы рассматриваем класс, так сказать, мы говорим, что наш, так сказать, элемент является достижимым. То есть, это значит, что либо у него... Ну, R это как бы видим. То есть, мы говорим, что у нас вот в нашей ситуации есть вот что, что у нас есть объект X, который видит объект Y. Это называется отношение R. Написано RxY. Значит, мы говорим, что объект достижимый, либо если он вообще минимальный, то же никто не видит, либо рекурсивный, если, так сказать, все, которые его видят, они уже были достижимы раньше. Здесь никакой кондукции, чистая индукция, индуктивно определяемая вещь. Вот все мы доказываем простую лему об обращении, что если мы имеем достижимый объект, то все, которые его видят, тем более достижимы. Ну, просто по определению. И мы говорим, что наше отношение является фундированным, если всякие являются достижимыми. Ну, то есть, это значит, что не существует бесконечных убывающих цепей, что из каждого объекта можно за конечных шагов вернуться в... дойти до минимального. И индукция по... Если у нас есть фундированный порядок, one-founded, и есть какое-то свойство на нашем множестве a, a произвольное абсолютно, то верно следующее, что если для каждого y такой индуктивный шаг, что если для всех меньших верно, то и для y верно, то верно для всех. Ну, как мы это делаем? Мы говорим, что... Значит, давайте докажем, что это верно для всех достижимых. Ну, это будет практически очевидно. Мы определение достижимости разбираем и говорим, что, значит, не написано в точности вот это, что... Значит, у нас было вот так, но делим interest, что у нас получится? Что у нас есть что-то, что мы достижим. Это значит, что есть какой-то меньший, который достижим. Ну, и дальше мы имеем еще вот такое предположение про него. Значит, почему мы его имеем? px0. Значит, мы разбираем h1, вот этот вот, и ну, мы как бы, да, мы ведем по нему, то есть, есть у нас достижимый, еще x какой-то, ну ладно, x0 у нас достижимый, и тут мы получили вот такую вот штуку, что для всех, да, вот так. Да, а, это просто наша гипотеза, мы ее тут уже использовали. Значит, она появляется, и мы говорим, что поскольку для для всех меньших, вот здесь. Так, так, ну, и дальше мы видим, что для всех достижимых, верно, p от x, ну, а теперь мы предполагаем, что у нас, мы знаем, мы нам нужно доказать, что их достижим, а у нас есть well-founded, они просто все достижимы, поэтому. Ну, и вот тут есть небольшое доказательство, что конкретно порядок меньше на натуральных числах будет well-founded. Ну, как мы это делаем? Нужно доказать, что любой достижим. Тут с омегой мы делаем мезлия, ну, может, даже и лея напишу здесь. По-новому, так сказать, да. Значит, мы хотим доказать, что любой достижим, делается это индукцией. Ноль достижим, просто потому, что никого меньшего нуля нет. А любое другое достижим, ну, почему? потому что просто нам нужно доказать, что все меньшие достижимы. Значит, мы говорим, что нужно, конечно, любой меньший достижим. Мы, опять же, по определению действуем. Надо, чтобы все меньшие его были бы достижимы. Значит, и после этого мы говорим следующее, что мы предполагаем, что, ну, мы доказываем, что у меньше с х, а у 0 меньше у, значит, в частности, у 0 меньше х. он меньше, чем, в 2 раза сколько строго, то можно сказать, что он меньше х. После чего мы говорим, ну, это, понятно, доказательство, произитивность, это доказательство, тактики, или А, например, или Омеги, или Афоматическая, какой-нибудь тактики. После чего мы говорим следующее, что, значит, ак инф, что любой элемент, то есть у нас достижимый х, то любой элемент меньше х, тоже будет достижим. Ну, и дальше все получается. Еще раз, значит, давайте мы это посмотрим. Значит, мы говорим вот что. нам дано, что, то есть у нас есть, значит, есть х, есть sx. Нам дано, что вот этот вот х достижим. Нужно доказать, что вот этот достижим, что он достижим, значит, что все меньшее достижимы. А кто у него меньшее? Меньше либо х, либо какой-то у, который меньше х. х уже достижим по условиям, а вот этот вот у достижим, Потому что когда мы доказывали, что достижим х, мы уже все меньше. Вот такой некий трюк, который позволяет доказать вот это. Ну а дальше, соответственно, здесь не то я уже комментировать не буду. Есть некоторые, я просто перепишу это по-человечески, чтобы вы понимали, что я сделаю. Это задачка из Рубановой, из задачка индукции. Значит, здесь дано, что А0 это 3, А1 это 5. Это как некий аналог числа Фибоначчи, но только здесь условие сделано так, чтобы оно всегда давало сложительную степень. Значит, АН плюс 2 должно быть, соответственно, рекурсивно 3АН плюс 1 минус 2АН. Ну вот, и отсюда следует, что в явном виде АН имеет какой-то правильный вид. Сейчас напишем даже какой АН, ну акатое, а произвольное равно 2 в степени К плюс 1 плюс 1. Доказать это простой индукции не так просто, потому что здесь пусть ссылаемся на два предыдущих. Ну вот, оказывается, индукцией по LTVF. Мы берем индукцию по порядку натуральных числах. Все это есть в библиотеке, и в примерах, связанных с алгоритмом Эфлида, мы это просто там используем, вот это VF самое прочее. Но здесь показывают, как небоги горшки обжигают, что все вот так можно сделать. Значит, ну и последний пример, который я совсем коротко покажу. Ну, это некая дополнительная вещь, просто почитайте и сделайте. Здесь доказано, что вот это, как индукция соединяется с коей индукцией, доказано, что вот это условие на достижимость чего угодно, это то же самое, что по-честному нет бесконечно убывающей цепи. В одну сторону это доказано честно, здесь тоже скопиен VF и все. Здесь сказано, определяется вот бесконечная цепь, что данный бесконечный поток элементов А является цепью бесконечной, что она убывает. И вот леммы о том, что если у нас любой, то есть написано так, что если достижим, то не существует бесконечно убывающей цепи, которая начинается с этого элемента. Ну, здесь скажут, что если все достижимы, то ни с какого. Обратно, немножечко нечестно, но посмотрите внимательно, что здесь написано. Значит, здесь, во-первых, используется классическая логика, а во-вторых, условие несуществования бесконечно убывающей цепи, оно в неконструктивном виде здесь сделано. Ну, вот вы можете, значит, здесь сказано так, что если есть недостижимый элемент, то существует бесконечно убывающая цепь, которая стартует с него. Значит, если он не существует, то он был фаунд. Но это все делается через классическую логику. Можно сделать это интуиционистски, это тоже вопрос для вас на поток. Ну, вот такое небольшое, так сказать, это может быть, аж сложновато было, но я хотел немножко просто порассказывать про то, что в КОК существуют, значит, вот эти вот такие бесконечные объекты и соответствующие, значит, соответствующие им операции. Значит, перестану показывать экран. И в заключение, значит, нашего курса я хочу поговорить немножко об извлечении кода в целом и о, ну, к сожалению, мы не успели пощупать и честу КОК, как, значит, из боевого языка программирования функционального, переходить в, значит, переходить в КОК и доказывать корректность существующих уже написанных программ. Ну, давайте я все-таки немножечко еще поговорю вот о чем. Значит, смотрите, вот у нас в КОКе, сейчас я открою просто какую-нибудь электронную доску, более удобную, чем встроенную в зуб, и буду здесь, значит, на ней изображать что-то. Значит, значит, что я могу сказать, значит, у нас, как мы знаем, мы можем определить какую-то там функцию F большое, которая по там любому входному данному из какого-то множества А возвращает множество объектов Y из B. Такое, что какая-то такая спецификация выполняется. Это вот в наших задачах как раз было. После того, как мы удалим всю часть, связанную с проб, то получится соответствующая функция F маленькая, которая просто по X возвращает Y, и тип этой функции F маленькая будет просто из А в B. Что такое функция F? Функция F – это какой-то, так сказать, условный лямбда терм, то есть выражение на встроенном языке в КОК, то есть, значит, лямбда терм в языке Галина, который это встроенный язык КОК. Его с помощью экстракта можно перевести во всволной, который, значит, это функциональная программа, то есть тоже терм. Ну, например, в OCaml или в Haskell или в чем-то еще. Вот, значит, как мы знаем, что в отличие от обычных языков программирования, в КОК у нас ограничена рекурсия. То есть мы не можем написать, например, какую-нибудь программу, которая будет говорить, что просто F от N, так сказать, равно N, которая зависит, естественно, потому что она не N, а в смысле равно F от N, которая просто будет вычислять саму в себя, это бесконечный цикл, рекурсор на тождественную операцию, этого нам делать нельзя. Значит, соответственно, что дальше происходит? Когда мы возьмем вот это вот F с волной, или F даже в языке Галина, применим его к какому-то входному данному X0, это константа входная данная, то дальше начинается процесс вычисления, упрощения, и оно с помощью наших вычислений, ну, это как бета и так далее, редукции какие-то, преобразование терм, упрощение, раскрытие, все эти символы там происходят, то он вернет нам Y0, это ответ. И КОК обладает свойством, значит, есть свойство слабой нормализуемости, то есть существует последовательность для любого вот этого начала, существует последовательность преобразования, редукции, приводящая к нормальной форме, к ответу. Это отличие от, значит, обычных языков программирования, где вы можете выстрелить себе в ногу, можете написать программу, которая никогда не, значит, не закончит свою работу, и эта последовательность, значит, она порождается стратегией редукции. То есть есть определенный правильный порядок применения, значит, наших преобразований, чтобы наш терм привелся к ответу. То есть это некая вычислимая вещь. Значит, вторая вещь, то, что почему я сегодня рассказывал про, значит, про коиндуктивные типы, что нет сильной нормализуемости. Ну вот, пример классический, это вот эти бесконечные объекты. Я могу написать, значит, inf3 тип бесконечных. В нем есть, например, объект 0. Это дерево, состоящее из одних нулей. В принципе, это дерево могу разбирать, и могу его раскрывать. Если я буду его раскрывать, то у меня программа бесконечно долго будет работать. Ну и, например, если я напишу head 0, то если я буду разбирать определение head, то я сразу возвращу 0. А вот если я начну разбирать неправильным образом вот эту вот подструктуру 0, то, значит, тогда я войду в бесконечный цикл. Ну и есть еще какие-то другие причины, по которым сильной нормализуемости нет. Можете открыть какую-нибудь страницу, написано, «Cock is not strong or normalizeable», там вот это будет видно. Но, тем не менее, что из этого следует? Значит, следует, что любая программа, написанная на КОКе, если она будет исполняться путем применения правильной последовательности редукций, то эта программа остановится и выдаст ответы. И отсюда следует такой замечательный факт, что, значит, КОК не является Тьюринг-полом. Ну, КОК-то, с ней Галина, не полон по Тьюрингу. Ну, и это касается любого языка, в котором вы можете доказывать корректность ваших программ, то есть, в частности, к любой программе можете приложить доказательства ее корректности. Значит, почему? Ну, предположим, что он полон по Тьюрингу, значит, все программы останавливаются, значит, у нас можно перенумеровать все функции, допустим, из натуральных чисел F и T, из натуральных – натуральные. Это значит, все… Предположим, что он был бы полон, то есть, любую всюду определенную шлемую функцию он бы мог заказать. Значит, были бы все всюду определенные. Вычислимые функции. И мы говорим, что я просто возьму такую функцию F с крышкой, которая от I берет F и T, применяет к F и T, выправляет единицу. С одной стороны, было бы, что F с крышкой – это должна быть какая-то F, G, T. Потому что мы же все функции перенумеровали. Но F с крышкой в точке G, оно не равно F, G, потому что оно равно F, G плюс 1. Это стандартный диагональный процесс. И он, на самом деле, нам показывает следующую вещь. Что если у нас есть все всюду определенные вычислимые функции, когда мы хотим их верифицировать, мы, в частности, хотим доказывать их тотальность, но и не существует никакой системы доказательства, сколько угодно, так сказать, мощной, но финитной, которая бы доказывала тотальность, доказывала бы, что функция остановит для любой вычислимой функции. То есть, это некое ограничение на КОК. Значит, бывают такие функции, которые на самом деле останавливаются, но доказать это крайне сложно. Как вот все вот эти черви и Клемишева, игра там, Геракл против Гидры и так далее. Значит, это некое такое ограничение, но в практическом программировании возникает крайне редко. Но при этом иногда, когда вы пытаетесь, допустим, определить функцию рекурсии, если в обычном случае вы просто определяете ее рекурсии и не беспокоитесь по этому поводу, то здесь вам приходится явно выписывать соответствующие рекурсы. То есть, вот это мы видели в сегодняшнем примере, когда Белла показывала свой код. Значит, в этом коде было, значит, вот этот вот VF сам рек. То есть, нам нужно было доказывать, что рекурсия по сумме, она корректна. Что вот здесь есть функция двух аргументов, то можно определять ее, уменьшая сумму соответствующих значений. При обычном программировании вот этот кусок не нужен. Вообще никак. То есть, мы просто определяем нашу функцию рекурсии, уменьшая, так сказать, как мы пишем обычно англоидного склида, уменьшая соответствующее значение. А то, что это действительно так можно делать и мы независимем, ну, остается в виде неформального доказательства где-то на бумаге. Ну, вот в кок это нужно в данном случае делать. Потому что мы используем не обычный рекурсор, структурный, просто оценка N-1, а вот такой хик. Ну, доказательство было сделано, не дополнительная работа, часть верификации. Ну, и за счет вот этих вот проблем, связанных с неполнотой, значит, возникает неполнота кок по тюрингу. Значит, ну, а как говорится, чтобы оставить от курса приятное впечатление, не нужно закончить лекцию на 5-10 минут пораньше. Поэтому, значит, сейчас я опять оставлю небольшое время для возможных вопросов. Если они есть, то, пожалуйста, задайте их сейчас. Если вопросов нет, то я предполагаю, что они у вас появятся, когда будете решать задачки про, ну, кому нужно еще дорешивать контрольные, а кому не нужно, значит, решать задачки про извлечение кода. Пожалуйста, пишите мне на электронную почту, я, значит, адрес, ну, давайте я даже его, я делаю такую хитрую вещь, я покажу экран, и на нем его напишу. Сделано, чтобы он не гуглился, но всякий, кто посмотрит это видео, мог его увидеть. Вот, пожалуйста, пишите на этот адрес, и туда же присылайте решение ваших задач. Ну, и давайте мы все-таки, я бы очень хотел, значит, чтобы все-таки до начала зачетной недели, мы бы, ну, то есть до там, получается, 18-го числа, это 5, ну, 19-20-й, это выходные, ну, тоже можно, все-таки прислали решение вот этих вот задачек про, значит, по извлечению кода, потому что хочется, чтобы, когда учебная часть сообщит, что вот, надо сдавать ведомость, и нужно проводить зачет, там, дату какую-то назначать, то я бы просто спокойно им сказал, что у меня все студенты сдали зачет, и получили его, и просто наполнили соответствующую ведомость. Пожалуйста, поэтому не откладывайте, ну, и к тому же 20-го начнется зачетная неделя, и вот другие более сложные зачеты, которые, в общем, лучше, чтобы это все не пересекалось, сказать, и желательно, чтобы все было сделано. Вот, значит, если еще вопросы можно задать сейчас, иначе всем спасибо за внимание, надеюсь, что даже в таком странном формате курс все-таки как-то удалось провести, и мы на этом заканчиваем сегодняшнее занятие и практикум по КОКу в этом сезоне. Всем спасибо за внимание. Спасибо. До свидания. До свидания. Спасибо.